Добрый день, участники клуба Феникс. С вами Иван Бабиков и Никита Петров, и мы продолжаем решать задачи на чест-темпы в режиме Близ. Да, вот могу показать, что наш рейтинг уже немного поднялся по сравнению с тем, что было в предыдущем выпуске. Но, если быть точным, на 500 пунктов, поэтому можно ожидать более сложной задачи. Я думаю, пора начинать. Начнем, да. Так, ждем хода белых. Он все никак не состоится от Ферзь Б1. Обратите внимание, что у белых слабый первый ряд. Напрашивается Ферзь Б6, я практически уверен, что с ходом Ферзь Б6 тут связана какая-то ловушка, да. Потому что у черных есть другая опция, более безопасная, взять сначала Е1, а потом Ферзь Б6. Собственно, им нужно так делать, да? Ну, так. Еще может быть от Си и Ферзей Б6. Нам еще дают поменять Ферзей, это не может не радовать. Процент успеха в Близ больше 50. Так что даже довольно странно, что высокий рейтинг относительно. Е4. Сразу видно, что белый Ферз расположен достаточно неудачно. Да, можно на него напасть, но он идет на Ашты, но там конь шелесит на А4. Да, наверное, это есть решение. А что есть у белых? Может, промежуток? Да вроде нет, да? Малка, а после Ферзашты уже Ферзашты уже конь лишний. Да, Ашты, наверное. Кажется, нет. Ну да, рейтинг довольно маленький у нее, что, в общем-то, неудивительно. Пока ход не делают, оценят быстренько позицию. Мы можем успевать. Уходят очень быстро, да. Ну, явно была разыграна какая-то целянка. Атаки на стороне аркировки. Кто первый тут даст мат, наверное, выиграет. У черных два слона. В общем-то, стратегически наилучше. Но это мало о чем говорит здесь. Надо найти прямой выигрыш. Шахи грозят. Может быть, они не смертельные? Я вот думаю... Я думаю, слон Е1, может быть. Я тоже об этом ходе думал. Маты на А2, да? А шахи... Ну, ЖАш Карлаж 8, ЖФ, наверное, тоже Карлаж 8. В порядке ФСЖ3, но мат все-таки старше. Мы успеем забрать слона. ФСЖ3 в как... Ну, я имею в виду, что в булевой слон. Да, да. Сначала он должен защититься от мак. Согласен. Надо так ходить, да. Видимо... Нужно быть правильно. Кут Б5. Кут Б5 мы не видели, но... Брат, как взять. Ну, Е2. Я думаю, что это уже отчаянная мера. Так, мы не зеваем. Там ладежа уже 7, как СТ никакой. Наверное, нет. Нет. На ладежа 7 есть еще даже ФСЖ5, мне кажется. Тем более. Да. И меняем Ферзей. Так. Не понимаю. После... Хотя... Сидят на Е5, наверное. Тут какой-то нюанс. В чем нюанс? В чем нюанс? Нюанс, видимо, в том, что получается вот эта вот очень непонятная позиция. После ФЕ, король Е5, король Ж5, мы не пускаем короля в угол. И там начинается танк со слоном, чтобы... В итоге... А, там важно короля поставить, да, чтобы он... Слон стоял на А2, а король не пускал короля на Ж7 на угол, да. Но брать слона нужно. И короля на Ф6 не пускать, да. Да, но там... Там начинаются, на самом деле, нюансы с тем, что... Мы все равно не можем в ближайшем будущем брать на А4, потому что король идет... Думаю, что пока пешка дойдет до А3, слона на А2, а потом король отходит, а мы берем... Берем на А4. То есть тут сам получался по у черных. А, если... А, и то есть, когда король пойдет на Д6 на Е7, мы... Ну, король Ж5. На Д6 станем, и все. Это любопытно. Просто есть... Или какие-то похожие позиции, когда Карпов очень умело как-то танцевал, чтобы короля в угол напустить. Довольно давно смотрел. Ну, в общем, да, это... Что у нас у нас внешне, да. Да. К тактике это относится довольно так. Ну, не прямо, прямо скажем. Поэтому... Следующая позиция. Ф5. Нам хотят дать мат по линии Ж. Надо что-то делать. Ну, где Ж2? Ну, где Ж2? Ну, где Ж2? Ну, где Ж2? Да, где Ж2 там. А что-то есть? Что-то? Ну, есть ЕФ, видимо. Потому что последний ход был А7 и Ф5. ЕФ, висит конь и... Ну, и все. Ну, правда, конь не отходит, потому что на А8. Прорисает. Наш 8 там ша уже просто как бы на А7. И ладья на А8 как-то подозрительно все. Может, посчитаем. Да, потому что висит. Ну, с другой стороны другого хода нет, наверное. Может быть, есть, но да. Но... Я не вижу. Король Х1, ладья бежит. Ну, король Х1 нету. Король Х2 нету. Шахов нету. Надо бить ЕФ и дальше уже лунти. Другого хода просто нету. Б5. Б5, ФЦ5, шах. Ну, в общем, нету. Наверное, ЕФ, да. Да, вообще, выглядит очень опасно, потому что там уже Е5 какой-то ход есть, но... Ну, методом исключения просто других ходов нет. Ну, да. Нам зачем-то... Да. Теперь мы можем посчитать Ферзь Х4. Отдаю Ферзь. Скорее всего ходить. Ну, да. Считать, видимо, его не надо, потому что других ходов 2 хочу. Давай ходить тоже. Да. Вот, кстати, наш первый минус. Потому что, видишь... Ну, мы решили правильно. Да. Тем не менее. Потому что, видимо, мы слишком прониклись тут замыслом. Да. Мы думали, какой миши ход сделать. Надо было просто прощипать. Ну, да. Вот все, кто решали эту задачу, они предлагают, что надо после Ев делать ход Е5 черными все-таки. Про который я тоже думал. Ну, можно глянуть, что тут за... А вот... Ф5 как-то... После... После... Три ноля... Здесь, вот, я же два единственных хода, но он несложный. Ну, да. Слов 3 потом. Е5, ФЕ. Да. Е5, ФЕ. Слон же 4. А, нет. У ладья уже 4 шаг. Потому что у ладья уже 4 нельзя, это Ф7, видимо. Ну, там Ф7 идёт. Да. Взяли. Ну, в общем, это... Совсем не просто, да. Прямо скажем, да. Ф7, Ф7. Ладья Д2, и тут на король С7 слон Б6 именно находится. Выигрываем через А. Ну, да. И потом Ф8. Мы остались с двумя лишними качествами. Ну, в общем, да. Ну, именно из-за расчёта этого варианта вы потеряли время, да? Ну, не знаю. Я лично не видел о том, чтобы я вам скажу. Я тоже. В общем, следующая позиция. Соответственно, это 4. Можно шар дать, если есть Ферзя как-то. Нет, шар нельзя дать. Ммм. Можно однакоя напасть, Ферзь Е1 как-то. Может так попутаться. И на Ж3 за 1 нападаю. Да, но там ключевой вариант, что будет после того, как белые запустят Ферзя нашего на Ж3. То есть сыграют Ферзь Е5. Если там мат. Ммм. Не до конца очевидно, кстати. Ферзь Е3. Кролев Ф1. Кондит 3. Да, чуть не именно пока. Ферзь Д3, кондит 2. Может там как-то с одной лишней щур достанутся из хорошей позиции. Слушай, а если взять просто Ц, да? Я думал, но видимо Ферзь Е5. Ферзь Е5. Ничего нет, что ли? Может как-то Д4 тоже не так вот. Да, ЦД тоже заманчив, потому что тоже потом фигуры черные зайдут после того, как Ферзь Е3. Да, но видимо нам придется сейчас считать уже конкретно ход в ход. Я предлагаю, я Ферзь Е1 буду считать в общем. Я уверен, что на самом деле после ЦТ мне кажется, что я не видел хода Ферзь Е2, который поплотнее защищает все. Да. Скорее всего Ферзь Е1, да? Скорее всего Ферзь Е1. И на Ферзь Е5 нам нужно искать мат. Там Ферзь Е5 и все подобное. Просто матовую идею нужно. А, КНH4! КНH4 идея матовая. Точно, и Ферзь Е2, конечно. Все правильно. КНH4, Ферзь Е2, Ферзь Е2. Да, да, да. Да, да. А, ну так вам понятно. Скорее. Ну он боится, что я опять жил. Да, вот опять явно идут по пути, ну с точки зрения человеческой наименьшего сопротивления, а мы тратим очень много времени на расчеты. А мы считаем до конца, но зато у нас все правильно. Да. На Ферзь Е5 я вам правильно подсказал, что КНH4 и мат на Ж2 в итоге получается. Все верно. Слушай, 200 хотя бы сейчас набить. Пока мы как-то... Так, ну вот тут хорошо, что первый ход единственный. Делаем его быстро. А вот это надо смотреть, чтобы висит много фигур. Сло. Что ж там? Сло А6 то ли? На Ф4 висит, да. Ну КНЖ7, КНЖ7 слон Ж6. КНЖ7 слон Ж6. КНЖ7 слон Ж6. Я думаю КНЖ7 напали на Вадью, КНЖ7 слон бьет Ж6. Самое простое. А, на СЛОН Ж6 просто видимо СЛОН Ж6, КНЖ7, КНЖ7, КНЖ7 и СЛОН Ж6 выигрывает. Согласен, да. Да что ж такое? Очень медленно. Да, СЛОН Ж6. Да, отвлёк. Отвлёк внимание от нужного варианта на ненужный. А6. Надо всё-таки поднять рейтинг в одной задаче подраться ещё. Может быть это... Так, вот что, например, задумано на взятие на Д6, я не понимаю. Мне кажется, КНЖ7 нравится. КНЖ7 слон Е7. КНЖ7 слон Е7. Может быть это ловушка? По-моему, надо тут брать. Давай. Бери СЛОНа. Бери СЛОНа быстрее. Отлично. Первый раз плюс. Победа. Такой вариант. КНЖ7 слон Е7. Наш ФЕРС тоже провисает, к сожалению. Ну, я предлагаю на этом закончить. Так, ну вот уже последний открылась. Хороший. Давайте последний тоже. СЛОНЦ3. Главное правильно. На Е6 надо бить или на Е7? Можно на Е7 взять, по-моему. СЛОН Е7, СЛОН Е1, ЛАДИЯ Е6, ЛАДИЯ Е7. Просто ЛАДИЯ бьёт Е1 в шах. Так. Продержу. Там других ходов нет. Что у нас? Так. СЛОН Е6 не выигрывает. Да, предлагает так. И ЛАДИЯ Е1. Ну вот. Две подраться. Наш рейтинг. 977, да. Я думаю, на этом действительно. Да, действительно можно выпуск закончить пока. До новых встреч, до новых встреч, до новых видео. Да, всем спасибо за внимание.